Этот способ записи на прием самый привычный, но далеко не единственный. В регистратуре у нас выделено отдельное окно для записи пациента именно в поликлинике, когда он к нам обратился. Кроме этого, выделены две телефонные линии, можно записаться по телефону из дома на месяц вперед, открыта у нас запись, через интернет. Подобный подход, говорят медики, помогает значительно сократить очереди, а желающих получить полное обследование с недавних пор стало больше. По программе модернизации здравоохранения Новоорской районной больнице было выделено 95,5 миллионов рублей. Половина этих денег ушла на оборудование, к примеру, вот этот аппарат УЗИ с расширенной кардиологической функцией. У нас появилась возможность углубленного расширенного осмотра сердца и сосудов. Мы можем лучше смотреть расширение, но не только сердца и сосуды, но и все остальные внутренние органы. Вместе с оборудованием новоорским медикам прибавилась ответственность. После участия в программе модернизации здравоохранения Новоорская районная больница стала межмуниципальным центром. Теперь сюда поступают больные и из Адамовского, и Кваркинского районов. По подсчетам медиков, примерно 30-40% пациентов из соседних районов. Чаще всего, конечно, поступают с нарушением мозгового кровообращения. Более реже это с инфарктами миокарды. Ну и больных неврологических больше, на порядка где-то 60%. Иртайли Сунгув приехал в Новоорскую ЦРБ из Адамовки. К своим врачам мужчина обратился с жалобами на боль в сердце. И решили сюда везти на скорой. Здесь я уже неделю лечусь хорошо, все делают, рабочие хорошие все. Без внимания медиков не остаются и жители отдаленных сел. В Новоорском районе удалось сохранить 18 фабов. В энергетике, несмотря на смену статуса из районной больницы на участковую, удалось сохранить койки круглосуточного пребывания. Карина Цинкова, Семен Воробьев, Новости дня.